Добрый день, дорогие слушатели! Спасибо, что присоединились к подкасту информационного агентства Росбалт «Не бойся». Меня зовут Татьяна Хрулёва, и сегодня с нами Михаил Викторович Скрябин, врач-онколог амбулаторно-консультативного отделения Петербургского онкоцентра. Михаил Викторович, добрый день! Добрый день! Осень и зима – это период сезонных заболеваний, и, естественно, встает вопрос о прививках. Подскажите, пожалуйста, вакцинация – это закрытая тема для онкобольных или все-таки нет? Для онкобольных эта тема абсолютно не закрытая. Более того, онкобольные подчас нуждаются даже больше в вакцинации, чем все остальные люди. Единственный момент – есть определенные рекомендации, потому когда стоит делать прививки, а когда их, в общем-то, не стоит делать. Подскажите, пожалуйста, какие все-таки основные противопоказания, когда прививки точно делать нельзя, горит красный свет, и лучше подождать? Красный свет горит, когда мы непосредственно вводим химиотерапию. Кроме того, в связи с тем, что химиотерапия угнетает иммунитет и, по сути дела, выключает наш организм для восприятия прививок, прививки стоит начинать не позже, чем за две недели до начала любой химиотерапии. То же самое касается и для таргетных препаратов. После химиотерапии иммунитет восстанавливается не сразу, поэтому пациент, опять же, не сможет воспринять прививку, и у него не выработается иммуноответ на, собственно, эту прививку. Поэтому нужно подождать не менее трех месяцев после окончания химиотерапии. Есть отдельные нюансы для определенных препаратов. В частности, ритуксимаб выключает иммунитет примерно на шесть месяцев, и поэтому в течение полугода нельзя вводить, нельзя прививаться от чего бы то ни было после окончания лечения ритуксимабом. Подскажите, пожалуйста, а вот от каких болезней стоит прививаться в первую очередь? Онкологические больные, особенно в период ремиссии, они ничем не отличаются от других людей. Им прежде всего стоит прививаться от сезонных инфекций, и стоит прививаться согласно государственному прививочному календарю. Никаких противопоказаний нет, кроме тех, которые я уже обозначил. Из сезонных инфекций, пожалуй, основные – это грипп, это пневмокок. А вот сейчас все чаще мы слышим о заболеваниях кори, о заболеваниях коклюшем. Казалось бы, вот такие детские болезни нам многим делали прививки в детском возрасте, но, насколько я понимаю, у многих уже с годами эти прививки не действуют. Стоит ли к ним присматриваться? Насколько мне известно, в последнее время возникла проблема с этими прививками. Дело в том, что, во-первых, многие люди отказываются от традиционного прививочного календаря, по всей видимости, из-за того, что возникла кампания против прививок. И, кроме того, некоторые люди отказываются от прививания своих детей. Это привело к тому, что эти заболевания стали чаще встречаться. И, наверное, и с моей точки зрения, и с точки зрения эпидемиологов, стоит этими прививками активно пользоваться. А вот как правильно выбрать прививку? Я имею в виду, есть живые вакцины, неживые? Насчет живых и неживых вакцин. Концептуально они отличаются тем, что инактивированные или неживые вакцины – это некая субстанция, которая активирует иммунитет. Это, в основном, белки. Живые вакцины – это живой вирус, который ослаблен каким-то образом. И он не вызывает тяжелого заболевания, а вызывает заболевания в крайне легкой форме. И это позволяет, с одной стороны, выработать иммунитет, с другой стороны, не грозит человеку. С живой вакциной есть определенные особенности касаемо онкобольных. Во-первых, в тот период, когда человек использовал живую вакцину, пока у него не выработался иммунитет, он является потенциальным источником вот этого ослабленного вируса для других людей. В связи с тем, что онкобольные имеют ослабленный иммунитет, им нежелательно контактировать с человеком, который только что получил живую вакцину. Это означает, что родственникам онкобольным, проходящим химиотерапию, стоит избежать введения живых вакцин в период проведения химиотерапии, за 2 недели до химиотерапии и в течение 3 месяцев после химиотерапии. Какие советы и рекомендации вы можете дать пациентам, у которых ремиссия? Пациенты, у которых ремиссия, они полностью свободные люди в плане оказания любой другой медпомощи, не касаемой онкологии. Этим людям стоит не ограничивать себя в образе жизни и этим людям стоит прививаться. Если же ремиссия наступила спустя 3 месяца после химиотерапии, тогда для них действуют все опыту провода по прививкам. Михаил Викторович, спасибо вам большое. Я надеюсь, наша беседа будет полезна для очень многих людей. Напомним еще раз, что бояться вакцин не нужно и стоит обращать внимание на эту проблему. О своем здоровье нужно заботиться. Спасибо вам еще раз большое за то, что присоединились к нашему подкасту. Вам большое спасибо за то, что дали возможность массово донести до наших пациентов эту информацию. К нам регулярно обращаются с этим петербургский энкоцентр. И мне кажется, что люди за пределами Санкт-Петербурга имеют право знать такие важные вещи. Напомню, это был подкаст информационного агентства «Росбалт. Не бойся». Оставайтесь с нами. До новых встреч. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok